Приветствую вас, Ренат. То, что вы описываете, похоже на психосоматику и на травму в результате смерти вашего брата. Ситуация достаточно распространенная, ситуация достаточно частая среди людей, которые были так или иначе привязаны к умершему. Вот. И, в общем-то, исходя из вашего текста, не совсем понятно, отпустили ли вы своего брата или нет. То есть, просили ли вы, приняли ли вы, что его больше нет. Вот. Если вы не приняли, то, в общем-то, ничего удивительного нет в том, что вы так реагируете, что у вас постоянно, да, психосоматика, как вы говорите. Вот. То, что вы описываете, похоже на психосоматическую историю, и если по медицинским показателям у вас всё в порядке, то вам рекомендуется исключительно психотерапия. Вот. Для начала на отпускание брата, а после на работу с... с потребностями вашими, которые у вас, я так понимаю, есть, и которые, я так понимаю, вы, ну, чувствуете. Вот. То есть, вы чувствуете свою нуждаемость в брате. Вот. Я не хочу сказать, что вы не должны чувствовать этого. Ни в коем случае. Ни в коем случае. Ни в коем случае. Не хочу сказать. Что вы не должны, что вы не должны, ну, чувствовать потребности в брате. Вот. Но, на мой взгляд, эту потребность нужно раскрыть, чтобы она, потребность в смысле, была вам хотя бы более, ну, более понятна, что ли, что ли. Вот. Понимаете, какая штука? Зачастую именно в этом кроется основная проблема, по которой люди не могут, значит, отпустить умерших близких, ну, умерших близких людей. Вот. полезным, если бы вы, например, описали, что конкретно вы делали с психотерапевтами, да, что конкретно вы делали с психотерапевтами, как конкретно вы работали с ними, вот. Это было бы полезно тоже, потому что вполне вероятно, что вам просто не подходит какой-то метод психотерапевт. И всё. То есть, вполне возможно, что дело, оно вот только вы, дело только вы, дело только в том, что вам не подходит какой-то метод психотерапии, вот. Ну, это ничего страшного, есть разные методы психотерапии, если вам не подошёл один, вот, то вполне вероятно, что он подойдёт какой-то, ну, какой-то другой. И их методов, вот именно методов психотерапии, да, их, ну, правда, много, вот. И вам нужно просто посмотреть, поискать, поискать свой метод, и всё. Я думаю, ну, я думаю, что он, ну, проблем не будет у вас. Вот. Обратите внимание, что вы не задаёте вопрос свой психологам. Вот. Вы просто делитесь вот такой проблемой, да, своей, и всё. Но какой у вас запрос к психологу? Ну, если хотите избавиться от боли, да, то тут нужно, как-то вот, всё-таки, ну, более подробная информация нужна о вас. Если вы хотите, чтобы мы помогли вам. Если вы хотите обратиться за помощью медицинской, то вам нужно всё-таки написать в раздел «Медицины», там вам помогут. Да. Вот. Если вы хотите, ну, если вы хотите, если вы думаете, что, там, к примеру, что на вас порча какая-то, да, и прочее. Ну, вот. Что, тут имеет смысл обратиться в раздел «Эзотерики», и уже в разделе «Эзотерики» вам, соответственно, помогут и продиагностируют, подтвердят или опроверят ваше предположение о том, что на вас какая-то порча. Вот. Просто сейчас, вот сейчас, на данный момент, я не очень понимаю, да, и не очень понимаю, как мы можем вам помочь, чем мы можем вам помочь. Вот. Я не очень просто понимаю этот момент, честно говоря. Вот. Ну, может быть, у вас есть какое-то видение, свое видение… в ситуации, может быть, у вас есть какое-то видение того, как мы можем, того, как мы можем вам помочь, да, и что мы можем для вас сделать, может быть, у вас есть какое-то видение, но в таком случае давайте какие-то конкретные вопросы, а иначе это просто, ну, просто в никуда, что, что вы написали, да, это, к сожалению, просто в никуда, ваш вопрос, поэтому я думаю примерно так можно вам ответить, отпускание родственника и принятие того факта, что человека больше нет происходит в результате работы, вот, процесс этот не является быстрым, к сожалению, вот, но зато является эффективным, возможно, только возможно, что вы боитесь умереть такой же смертью, что и ваш брат, иногда такое тоже бывает, особенно если вы склонны верить в родство, вот, в такие вещи, вот, поэтому здесь я бы поработал с вашей уверенностью в себе, с вашей мнительностью, тревожностью, если она есть, вот, ну и самое главное, что вы поймите, у того, что вы делаете сейчас, да, вот именно у того, что вы делаете, у того, как вы это делаете, есть цель, есть вторичная выгода, и она, это вторичная выгода, делает возможным то, что вы чувствуете, зачастую это такое истероидное поведенье, не всегда, но зачастую это истероидное Что из себя представляет эммм эстероидное поведение? Эстероидное поведение представляет из себя поведение, направленное на получение какого-либо внимания к себе, к своей собственной персоне. И на мой взгляд, это то, что вы делаете. Вы получаете внимание к своей собственной персоне. Я не считаю, что вы делаете что-то плохое, но лучше бы вам увидеть эту цель, к которой вы идете. И соответственно, увидев эту цель, вы могли бы достичь ее другим путем. Не таким, каким вы достигаете ее сейчас. Вот. Но пока ваши мысли, они направлены, вообще-то говоря, совсем в другое русло, да? Пока ваши мысли, они направлены совершенно в другой, в другую сторону и обращены на другое. Но подумайте, что он только, например, благодаря тому, что у вас болит сердце, да, есть боль у сердца. Вы обошли кучу врачей, вы обратились к куче людей, вы у всех людей просите помощи. И все эти люди, они дают вам самое главное, они дают вам свое внимание. И вот, на мой взгляд, именно это является то, что вы хотите. Внимание. Вы хотите к тебе внимание. Может быть, что-то еще. Я не спорю. Возможно, возможно. А вы хотите, ну, чего-то связанного с любовью, например. Например. Я не говорю наверняка, я говорю, например. Нет. Возможно, вам чего-то еще хочется. Хочется. Но так или иначе, разобраться в том, чего вы хотите, очень важно для вас. Я бы даже сказал, что необходимо. Потому что только так вы сможете начать двигаться дальше. Вот. С другой стороны. С другой стороны. С другой стороны. Хочется спросить. У вас. Да? Ммм. А куда дальше двигаться? Выкатываться. Ну, то есть, вот куда двигаться? Если у вас то, например, что вам интересно, что вам нравится, что вас увлекает, что вас привлекает. Если что-то, может быть, в вашей жизни нет ничего, чем вы хотели бы заниматься. Если. Так. Я очень хорошо могу понять, в таком случае, почему вы все свое внимание, все свои ресурсы, тратите именно на вот то, чтобы решить проблему своих болей. В этом случае я вас понимаю. В таком случае, я вас понимаю. Ну, так в этом же случае, речь идет о том, чтобы найти некую цель вашей жизни, найти денег и смысл вашей жизни. Чтобы. Чтобы. Было. Чтобы. Вам хотелось. Двигаться куда-то. Чтобы. Вам хотелось. Чтобы. Что-то делать. Понимаете? Мне кажется. Что. Эээ. Подробное. Ммм. Не стоит сбрасывать. Соседку. Естественно. Естественно. Это вам решать. Безусловно. Но мне. Кажется. Так. Так. На этом все. Надеюсь, это помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго. И удачи. Так. Удачи. Продолжение следует...